Мы сейчас начнем Мы пройдем с вами по четырем углам экоцентра, пройдем вовнутрь и здесь получается начало разгрузки и начало экоцентра. Почему именно здесь? Потому что грузовик приезжает или машины приезжают и на них сверху ветки лежат. Ветки они вот туда вот сбрасывают, сбрасывают ветки также вдоль дороги мы сейчас пойдем и после этого они разгружают кокосы. Мы сейчас пойдем по тому маршруту, так как двигаются отходы в Майпуре, чтобы вы поняли логику. Ветки сохнут, отдельно ветки высыхают и их население берет для приготовления пищи. Вот. А также здесь складываются кокосовые орехи в одно место. Сейчас мы ждем поступления шредера и мы из этого будем делать кокосовый торм. В шредер будут поступать только кокосовые орехи. Пластиковая трубочка это наша недоработка, но мы ее доработаем. Вся ветошь, все тряпки органически поступают вот в этот сектор. А если они синтетические, то в другой. Идет все равно сюда тогда. Сначала съедается органическая часть червями и бактериями, потом идет в другой склад. Вот эта территория, вот эта территория, видите, свободное такое пространство, мы эту территорию используем в сезон дождей. И когда вся вот эта территория затопляется или размыта, то мы временно органически отходы складываем здесь. Вот этот склад временного хранения. Склад кокосовой скорлупы внизу видим. Вот в этих мешках, в этих кокосовой скорлупке, здесь они уже измельченные ручным молотком и где-то там не измельченные. Из кокосовой скорлупы мы делаем активированный уголь. Вот так вот выглядит это все. Это для производства фильтров для воды. Ну, в первую очередь, мы хотим собственный фильтр для воды сделать, чтобы не платить 100 тысяч, да, рубить, за хороший фильтр. А мы сделаем, там я корпус покажу, уже корпус конечно послал. Но вы не пожитаете прием-то? Да, 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 да. У нас есть колбы, я колбы продемонстрирую. А, нет, колбы-то. В уголь получить. Да, там колбу мы закладываем, эти кокосовые скорлупки, эти колбы с отверстиями для выхода газа. И закладываем их, где пищу готовят на кухне. То есть момент приготовления пищи у нас параллельно приготовляется активированный уголь. Мы не тратим энергию на это. То есть на скорлупках готовят пищу, а потом вы уголь забираете, да? Нет, пищу готовят на дровах, а мы свою колбу туда подкладываем. Просто знаете, как кукушка. Как он же сам должен гореть или он не гореть? Нет, он не должен гореть, он должен высокой температурой обработываться. Там в колбе получается высокая температура, без доступа воздуха выходят газы. То есть он, получается, выгорает, но без этого. Структура остается вот этого, древесины. Дальше мы вот видим склад ткани, да? Вот 23-я позиция, 49-я от кокосового орехи. Вот здесь вот на утилизацию попала тележка. Раньше мы на быках возили. Планируем в будущем тоже на быках возить. Из этого мы сделаем передвижной, второй просеиватель для гумуфов. Это все стекло из Майпура поступает сюда, вот на эту территорию. Только на эту территорию. Это все стекло, это бизнес наших сотрудников. Все вторичные материальные ресурсы мы бесплатно раздаем им. Мы им выделили территорию. То есть ни шаг влево, ни шаг вправо. То есть вот четко сделана табличка. Все знают, что здесь у нас хранится стекло. Все в Майпуре знают об этом. И они каждый день, ну не каждый день, вывозят. А стекло переплавляется? А стекло переплавляется. Это вторичный ресурс. Целая бутылка она продается и идет как вторичная. То есть они вывозили и работают, и вы продаете как вторичная? Я даже ни секунды своего времени не трачу на вторичные материальные ресурсы. Потому что у меня другой, так скажем, другая задача. И соответственно время тратят мои сотрудники, это их не бизнес. Вне рабочее время. Это ключевой момент. Вот так вот выглядит структура нашего департамента. И сейчас мы с вами попадаем в раздел переработки. То есть раздельный сбор отходов, транспортировка без прессования, стопроцентная ручная сортировка отходов. Это то есть до экоцентра. Потом в экоцентре червеферма, производство бактерий. Вот мы сейчас это все посмотрим. Временное хранение и раздача сырья. Вот выделили на примере стекла. Опасные отходы, компостирование. Мы сейчас посмотрим процесс. И процесс переработки неорганических отходов. Движение отходов выглядит вот по такой схеме. Люди отходы генерируют. Наш департамент собираем. Мы смотрим, чтобы ничего не сжигалось. Если что-то где-то горит, мы тушим и это все забираем себе. В Майпуре вообще ничего не сжигается. И мы в момент, еще раз повторю, в момент транспортировки мы упаковываем все отходы отдельно. Складываем в машину и развозим раздельно по участкам мест временного хранения. В экоцентре ничего не сортируется. Фишка в этом. В экоцентре у нас идет только процесс переработки. И обеспечения переработки. Из органических отходов мы компост делаем. Опасные отходы мы отдельно складируем и храним. И передаем на специальные предприятия. А вторичные материальные ресурсы мы бесплатно раздаем нашим сотрудникам. Ну и процесс рециклинга, переработки предлагаю посмотреть. Спасенные растения. Вот эти все растения, их выбросили люди. Когда-то их выкопали. Мы все растения вот эти спасли. И мы продолжаем их спасать. Так, никто не босиком, проходим дальше. Вот, вот мы спасли бананы. Здесь склад ртутных ламп. Все ртутные лампы со всего Майпура вот сюда накапливаются. Сюда приезжает потом специальная служба. И эти лампы у нас забирают. Склад стендов и столбиков здесь у нас для того, чтобы накрывать компостные наши кучи. У нас буквально через 5 дней аэратор запускается 24 февраля. И аэрируемые вот эти все кучи у нас будут накрываться. Будут ставиться столбики и натягиваться тенты. Вот, здесь склад. Также к вашему трактору будет подвезено навесное оборудование. Здесь тоже будет склад в этом месте. Вот, видим, строительные материалы. Тоже это мусор для кого-то. Значит, мы их применим повторно. Мы здесь сложим стены. И будет здесь у нас кухня, так скажем. Производство активированного угля мы уже с вами обсудили. Сейчас так переработка пенопласта. То бишь, вот это все. Слад временного хранения пенопласта. Ну, преданные люди, вот, к примеру, крупные кучки, они хотят кто-то лодку изготовить, кто-то что-то как-то. То есть мы его продаем 50 рупий за килограмм. В кусковом виде. Это наш участок для измельчения пенопласта. То есть пенопласт измельчается вот в такую крошку. Вот в такую крошку. И она потом продается в 50-50 рупий за килограмм. Если ее покупать, к примеру, новую, то она продается уже по цене. А если в кубометрах, то 2000 рупий за кубометр. И в Калькутте продается, плюс доставка 1000 на кубометр. Получается 3000 за кубометр, да? А мы продаем по 1000 рупий здесь, на месте. Кто покупает? Покупают строительные компании, которые строят теплоизоляционный слой, к примеру, потолка, крыши. Это добавляют в бетон. Он истиратель, да? Его можно включить, если хотите. Да. То есть, смотрите, процесс истирания какой простой. То есть, вот я вот так покручу. То есть, мы не дробим, а мы истираем. Слышите, да? Он истирается. Да там ручка есть или что? Мотор есть целый. Вот, мы к этому мотору туда и сюда подключаем. То есть, мы истираем, мы не дробим. Но у нас здесь есть еще дополнительный предварительный шредер. То есть, мы из крупного куска превращаем в мелкий, мелкий сюда запускаем, и он уже истирается, стоит. То есть, человек здесь не присутствует. Мы только засыпаем, и выходит крошка. Ну, она, да, и не... Она легкая. Ну, все герметично тканью вот так вот закрыто. Если посмотреть, да-да-да. Здесь немножко разлетается, да, но... Да, она сверху. Да-да. Нет, но все это герметично закрывается. Потому что эта вот мелкая фракция, она вредная для дыхательных путей. Вот это завод по переработке, по производству камней. То есть, здание тоже вторичное. То есть, мы сделали и применили повторно вот это здание. Здесь Печерская. Здесь процесс идет, управление... Существуют графики. Графики. Графики вывода частного сектора. То есть, вот все горнагары, все нагары вот здесь. Дни недели. Здесь для каждого автомобиля выписывается путевой лист. То есть, какая территория, какие отходы, кто что. То есть, управление отходами. То есть, что-то продать, что-то наоборот забрать происходит вот через управляющий вот такой вот центр. Через диспетчерскую. То есть, мы сейчас находимся в диспетчерской. Ну, здесь также, кроме диспетчерской, у нас здесь небольшой склад, да. Склад вот мешков для... Это тысяча мешков для упаковки. Компоста, нашей продукции. То есть, мы на них наносим трафарет. Трафарет мы его наносим краской, брызгаем и вот упаковываем продукцию. На бенгальском, на английском и на русском языке есть у нас это трафарет. Упаковка идет как по 50 килограмм, так и по 10 килограмм. А упаковку потом забирает? Да, как мы можем забирать? Мы продали, это ушло и все. На дужу? Нет, но мы... Нет, у нас работает система. То есть, диспетчерская также следит за тем, чтобы все мешки строительные из-под цемента, на специально день по понедельникам, мы выезжаем и собираем все мешки из-под цемента. Графики, учета рабочего времени и так далее. Сколько у вас есть? На сегодняшний момент в департаменте в общем работает 45 человек. То есть, это волонтеров много и штатные сотрудники есть. Здесь склад опасных отходов. Батарейки. Батарейки и таблетки. То есть, мы вот эти таблетки, мы их собираем отдельно и сдаем обратно в аптеку. Аптеки уже сами это дело все перерабатывают. Батарейки. Мы скупаем у своих сотрудников батарейки. То есть, они делают на нас бизнес. Эти батарейки мы по рублю берем у них. И у нас сейчас система, вот это вот, здесь флаката нет. Но вы на ALS видели. То есть, у нас сейчас везде ставится, нужна помощь у волонтеров. Нужно организовывать систему сбора. То есть, у нас уже есть наклейки. Нужно купить в емкости. И собирать можно батарейки будет раздельно. Батарейки это ценный ресурс. Там есть редкоземы, редкоземельные металлы, черный металл, графит. То есть, это полностью перерабатываемые. А получается новая батарейка. Мне кажется, надо в каждом доме, на первом этаже, делать коробочки для сжимой батареи. Ну, мы начнем с продуктовых магазинов. Все продуктовые магазины, их порядка 30. То есть, все мелкие и крупные продуктовые магазины мы сможем. А домов посчитать, это получается около 600 штук. Так что это не... И возле храма. Да, и возле храма. То есть, батарейки мы будем собирать. Приглашаю дальше пройти в нашу бактериологическую лабораторию и червей ферму. На входе видели все синие канистры. В этих канистрах у нас собирается от населения сыворотка, творожная сыворотка. То есть, и мы ее применяем для размножения наших бактерий. Бактерии это основные наши помощники, которые помогают нам органические отходы превратить обратно в чернозем. Здесь чернозем, к примеру, компот. Вот этот компот. То есть, это работа бактерий. И путем аэрирования, путем внесения бактерий и определенного соблюдения определенного температурного режима и влажности у нас получается чернозем. В обычных условиях надо ждать полгода, год, 10 лет. Но в связи с тем, что у нас идет поток 12 тонн в день, то мы, соответственно, как бы это делаем очень все быстро. Есть у нас швейная машина, вот эта вот швейная машина для зашивания мешков. Выглядит она вот так. Вот швейная машина. Весы. То есть, в принципе, вот из этого и состоит этот бизнес. Кто покупает чернозем? Покупает чернозем. Фермеры. Фермеры. Преданные. Тулы все очень любят чернозем. Вот. Ну, мы состоим на 20% тело человека состоит из чернозема. И, соответственно, весь материальный мир, здесь все растения строятся из чернозема. И это получается как вода, так и чернозем. Это один из строительных материалов этого материального мира. Здесь, ну, если, давайте, какую-то стойкую. Под этими белыми мешками находятся червяки. Не разбегутся? Они накрыты для того, чтобы их не... Для того, чтобы их не покушали. Вот, можете подойти. Вот, посмотрите поближе. Я сейчас, когда все подойдут, я в этот момент приоткрою занавеску. Занавеску все готовы. Ближе-ближе пробу проходить. Там, а также не видно. Все готовы. То есть, он стоит здесь мешок. Мы осмотрим, что там происходит. А ничего. Я видать... А вот, видим, да? Маленькие, да. Маленькие здесь вот. Вот здесь вот жизнь у них и протекает. Это старательные. Вот они. Обычные дождевые цели. Но это черви, которые не спадают в зимнюю спячку. То есть, вот их здесь в ящике порядка 700 штук. А в течение месяца их становится в два раза больше. И мы расселяем их опять в новые ящики. То есть, они вот здесь видим под картоном. Они поедают вот этот картон, поедают эту бумагу. Бактерии разлагают это все. Процесс очень быстро происходит. То есть, они вместе с бактериями трудятся? Да, да, да. Здесь, если вы увидите, вот на этой стойке внизу, там вот такие у нас пластиковые желобы сделаны, простые. Из фотобумаги. Вот из такого материала, это PET, мы делаем, мы делаем желоба. Надрезаем вот так вот и делаем желоба. То есть, тоже из вторичных материальных ресурсов. Вода сбегает вниз и попадает в вот эту емкость. Здесь внизу такая емкость. И здесь вермичай накапливается. Этот вермичай мы вносим опять в органические отходы. И они получаются более такие, становятся продуктивные для растений. То есть, растения очень любят вот это. Там вся вот микрофлора, все, все, что нужно для земли. То есть, это все естественным путем мы вносим. Вот. Это вермичай. Сейчас. Защита, значит, вот эти белые мешки, почему мы защищаем? Потому что белые черви, это белок, чистый белок. Их поедают муравьи. Вот видим защиту от муравьев. Вот все ножки стоят у нас вот в таких, кроме этих. Вот в таких стаканчиках. И получается, туда муравьи не проходят. Червей поедают крысы, мыши, птицы, жабы, улитки. У них очень много врагов, и мы как бы их закрываем, чтобы туда внутрь не... А какая жидкость вот здесь? Просто вода, просто вода. Просто вода. Да, чтобы муравьи не проходили. У нас были эксперименты без этих штук. Так мы от муравьев отбиться не могли. То есть муравьи постоянно нападали и кушали червей. Вот этих не было мешков, постоянно нападали жабы. Они вот в эти щели, вот в эти щели залазили, жабы. Размножают за счет коконов. Такое колечко у них идет по телу. Это кольцо сбрасывают, получается, кокон. Этот кокон дает от пяти до двадцати одного червяка. А этот новый червяк через полторы недели дает опять новый кокон. Черви размножаются в геометрической прогрессии. И они спасут мир. Вместе с бактерией. То есть получается, кормите вы их только молочными продуктами? Нет, здесь черви черви у нас вот это органические, вот это навозные. Мы их кормим измельченной органикой. И они, как сказать, они, ну вот два разных вида у нас червей. А какие быстрее размножаются? Одинаково, одинаково. То есть мы следим за средой. Каких больше кормят, тебе размножают? Да, вот у нас есть навоз старый. То есть мы у Гошалы забираем бесплатно отходы, они нам бесплатно дают навоз. То есть мы вот этот старый навоз используем, а черви его едят. Вот такая вот история. Мы червей разводим для того, чтобы получить вермичай, в первую очередь, чтобы у нас была вот эта культура жидкая, да, компост. И чтобы ускорить процесс компостирования, первое. А второе, когда мы получим массу уже большую червя, один червь весит один грамм. И один червь выделяет, через себя пропускает пищи тоже один грамм. За сутки. Вот, за сутки. То есть я не могу такое количество позволить выделить. То есть если я вешу 70 килограмм, я не выделяю 70 килограмм. А червяк может это сделать, это природа его такая. И, соответственно, когда у нас будут 3 тонны червей, или там 5 тонн червей, то мы этот тоннаж просто выпускаем в нашу вот эту вот, как сказать, волок, да. Они проходят волной, все, съедают. То есть 5 тонн в день они будут съедать. То есть волна будет достаточно быстро идти. Вот. И как бы, в этом как бы наша задумка. Сколько вы хотите, чтобы вас перейти? Нам нужно маточное поголовье, нам нужно 12 тонн. То есть один червяк, один килограмм, один червяк рубль стоит. В килограмме где-то 1200 червяков. То есть, ну, дорогое удовольствие. Просто я бактериями. В процессе компостирования разлагаются все тяжелые металлы, а не бактериями. То есть все тяжелые металлы превращаются в простые элементы. И все опасные химические вещества также распадаются и становятся не опасными. Это все заложено природой. Природа, его второе слово, или первое слово, Кришна. Это все Кришна технологии. И еще момент второй. То есть бактерии, получается, подавляют патогенные, да, какие-то. Вот мы пользуемся теми бактериями, которые подавляют патоген. То есть яйца глистов, к примеру, да, если попали к нам. Байкал, а, вот это Тамир, он поедает, он прогрызает стенку глистов. Кришна, он проедает, и глист не рождается. Он погибает. То есть, а у червей заложено природным Кришном механизм такой, что он пропускает через себя патоген, на выходе обеззараживает. То есть земля, ее можно, грубо говоря, после вот этого всего в рот забрасывать и жевать. То есть это строительный, чистый строительный материал, высшей чистоты. То есть, и, соответственно, растения, люди, да, вот это все уже опять по-новой строится из этого. Это уникальность этого, этой системы. Вот это все склад составляющих для кормления червей. Видим бумагу, видим ткань, ткань. Вот это все порезано, все приконструировано для того, чтобы компост, вот это гумус. Да, вот он. Это то, что получается. Нет, то, что мы от бактерий уже забрали. Это мы еще отдаем для червей. Червей мы поем водой отстойной. То есть, если взять, к примеру, вот эту бутылку, вот так вот ее берем. И ее вот сюда вот так вносим, разливаем. И там немножко воды, мы оставляем всегда, ее сливаем просто в канализацию. То есть, чтобы не какие-то тяжелые металлы, которые могут быть в воде, но чтобы они не попадали уже. Отделить гумус можно двумя путями. Путем механическим и путем натуральным. Делается ладу из компоста, ой, из гумуса, ой, из гороевого навоза. Ладу, ложится ладу, такой кругляшки ложится наверх этого ящика. Черви присасываются к нему, все просто они присасываются. Мы потом эту ладу берем и ложим в ведро с водой. Навоз растворяется в воде, черви плавают в воде. Мы потом берем через сетку, просто пропускаем и черви, как бы они без шока, без всякого, ну вот забрали. И попадает в другой свой ящик. То есть, они прям со дна на эту ладу? Ну, потому что вся еда съедена в ящике, и у них цель-то найти еду. А как они определяют? В разобранном виде здесь лежит солнечный концентратор. Мы обладаем технологиями, сейчас я просто вам продемонстрирую, пока мы здесь. То есть, из простого куска стекла, из болта и вот из этого элемента мы делаем вот, так скажем, вот такие вот панели. Их, так вот, здесь ставится струбцина, затягиваем вот этой гайкой. И получается, оно как бы становится параболическое немножко. И вот эта полоска, да, зайчик вот этот, в течение 10 минут можно вскипятить большую емкость для приготовления пищи. Или можно хлеб готовить на солнце. То есть... А вы куда используете? Мы сейчас организовываем это для нагрева воды для бактерий. Угу. Вот. Но сейчас в разобранном состоянии это находится. Просто я хочу сказать, что мы там мимо проходить будем к солнечному концентратору. Часть его просто лежит на верхней части. Он разобранный у нас. Угу. Все просто за счет солнечных зайчиков. В этот фокус можно ставить двигатель Гейгера. Электродвигатель Гейгера. Такие системы сейчас уже доступны. То есть, там, значит, автоматическое слежение за солнцем, да. То есть, мы сделали это просто, как бы, вот для себя. Я хочу сказать, что энергию мы можем полностью брать от солнца. И причем в любом хозяйственном магазине можно купить это до зеркала. Эти пластины сварить в любой мастерской, в любом гараже. Чертежи у нас доступны. Я могу выслать. Солнечные концентраторы вот эти разработаны в Финляндии. И там солнце низко над горизонтом. Там солнца мало. Но они жарят свою яичницу на солнце. И сейчас переходим в отдел охраны экоцентра. Без охраны все растащивают. Это фундаментальный отдел. Здесь находится у нас охрана. Москитная сетка. Туалет душевая. То есть, как бы... Здесь у нас разливаются, как бы, вот по этим бутылочкам бактерии. То есть, здесь у нас планируется химическая, биологическая лаборатория. То есть, у нас уже закуплены все-все способы для замеров. Ну, к примеру, мы на воде сконцентрировались в свое время. И мы могли воду определить по 29 физическим показателям. То есть, мутность, плотность, загрязненность. То есть, там... Вот. То есть, все-все у нас вот эти были приборы куплены. Ну, сейчас в последнее время после АЛС мы объединяемся с ГАШАЛой и сельскохозяйственным департаментом. И у нас будет одна единая лаборатория. То есть, АЛС дал очень хорошие результаты. То есть, мы поняли, что нам три лаборатории у каждого в департаменте. Это не разумно. И мы будем объединяться. И какие будут уже исследования? Ну, основные исследования это у нас на качество нашего органического продукта. Что за органический материал мы имеем? То есть, какие его свойства? Чтобы агрономы, фермеры могли подбирать себе этот материал. То есть, потому что мы вносим определенные бактерии. Мы там где-то с червями, где-то без червей. То есть, для каждого продукта свое. Ну, и здесь вот в бочках рядом вы стоите. Вот сейчас вот с тамиром, к примеру. Здесь тамир. Это бактерии, которые подавляют углеводородный запах. Это запах мочи. Вот этот вот канализации. Вот этот острый. То есть, они его убирают. Септики не пахнут. Вот сейчас мы уже обработали весь кампус. Горнагар не обрабатывали. Вчера буквально 70 литров, так как говорили. А надо там 700 литров. Вот. Здесь вот мы производим вот эти, размножаем бактерии. То есть, мы закупаем их в Москве. Концентрированный состав. И уже здесь мы их пробуждаем и размножаем. Вот. Это М-технологии. Фетр Шабалин, автор и доктор вот этих разработок. Русский великий. И чем отличается Байкал? Байкал отличается штампом. В Байкале 60 там бактерии. А здесь, видать, более, большее количество. Вот. Есть документы. Можно будет все получить и, как бы, эти технологии, как бы, использовать. Проходим сейчас через склад инструментов. Вот так выглядит инструментальный склад. То есть, это, ну, обыкновенная, активированный угол. Склад инструментов. Весы и так далее. Вот на этой территории мы занимаемся разливом. То есть, берем готовый продукт и здесь разливаем. И отсюда идет распределение бактерий. Этим тамиром или Байкалом вы поливаете, ну, особо вонючее, так сказать. Все подряд. Все подряд. Вы сейчас находитесь в особо вонючем месте, так-то. Ну, там, в принципе, дышится нормально. Вы это записали? Я не давал взятку, чтобы это было сказано на камеру. Почему производство бактерий у нас в подвальном помещении? Потому что бактерии, они не любят тоже высокую температуру. Они точно такие живые души, как и вы. И они хотят размножаться, они хотят кушать. Значит, мы там соблюдаем определенный температурный режим, 24 градуса Цельсия. Ну, он, как бы, естественно, соблюдается здесь в погребе. Когда жара, там прохладно. Когда холодно, там тепло. Вот. И защита от солнечного света. Бактерии не... Они погибают на солнце. Палочки для сбора пластика, для субботников. То есть мы изготавливаем палочки. Привязываем потом этот гвоздик. То есть мы предполагаем, что на Гаура-Пурнима у нас будут большие группы. И мы сейчас готовимся по 200 палочек, 200 перчаток, 200 мешков. Так, вот, посмотрите, пожалуйста, здесь добывается сок. Вот с этой пальмы, с этой пальмы мы добываем сок. И здесь вот получается, как бы, подземные воды, да, по большому счету, должны быть заражены, да, под свалкой, под телом свалки. Они должны быть очень опасны. А мы добываем сок пальмовый и делаем из него сахарный. Гур, гур. То есть под нами никакого заражения почвы нету. То есть вот здесь вот чистый пенопласт лежит, он как бы ничем никак не влияет на... Что такое гур? Ну, это такая сладость. Сахар? Сахар, да. Натуральный сахар. Слышно, а вот пальмовый сахар, вот это не слышно. Ну, в магазине продаю такой коричневого цвета. А, коричневый? Вот это не пенопласт. Это резина. Надо в резиновый департамент перебросить. Знакомая лошадка. Эй, чаби лагби. Бай. Экта, номер экта, таратари. Эй, таратари. Гоин. Плес. Ну, вот эти вот ткань синтетическая, вот она чистая синтетическая. То есть, это тоже у вас таблическая, вот здесь? Нет, это мешок. Это мешок. А-а-а. В нем лежит сейчас, он наполнен вот этим пенопластом. То есть, мы видим вот эти тарелки, вот эти вот тарелки. Это тоже относится к теплоизоляционному материалу. И мы можем их тоже перерабатывать. Видим, что бактерии все уже съели. То есть, это надо раздробить и уже как сырье использовать. Добро пожаловать в производство бактерий. Проходите, проходите. Вот, вот так вот выглядят наши бактерии. Байкал, раз, два, три бочки. А вот это раз, два, три, четыре бактерии. Тамир тоже покажет. Вот тоже самое. Вооруженная сыворотка, сладости. Сладости мы собираем со столовых. Там, когда в процессе готовки вот эти отходы сладкие, мы их используем для разведения тамира и байкала. С того участка мешки перебрасывают сюда. Здесь уже дробленый пенопласт. То есть, он легкий. 600 грамм мешок. Это дробленый пенопласт. Палочка бы сломалась, если, да? И видим, вот мы стоим, вот сок. Сок мы получаем. Это склад временного размещения пластика. Сюда уже пластик поступает, упакованные мешки. И это упаковка пластиковые, полимеры. Мы будем потом перерабатывать. У нас вот здесь планируется поставить цех по производству полимер-песчаной продукции. Пойдемте дальше. Вот это склад сухого вермикомпоста. Здесь вермикомпост лежит. Мешка. Могу доказать. Надо? Да. Это после бактерий. Вот так вот выглядит. Вот он чуть-чуть влажный. Готова продукция наша. Еда для червей. Еда для червей и как бы строительный материал. Здесь вот мы видим территорию вторичных материалов и ресурсов. Здесь вот, где написано-то, вот табличка. Ага, ну это ящики. Нет, склад бумаги. Да. Здесь вторичные материальные ресурсы, я так понимаю. Они, вот это вот рабочие. Все, что домой таскают. Вот, можно увидеть. Это их бизнес. Да. А потом куда они? Вот, они все продают. Они вот это все продают и это все перерабатывается. Мы даже голову не включаем, куда все это идет. Мы следим за то, чтобы здесь не было затаривания на этой территории. Так, ребята, у вас здесь что-то много. Я сейчас позвоню другому. И заберет другой. Так же бесплатно. То есть, очень все просто регулируется. Понятно, да? То есть, бесплатная раздача. Вот это второй просеиватель. Вон там мы видим первый просеиватель. А вот здесь вот то, что на входе, там вот этот колесный апеллеры, это стоит. Это будет второй просеиватель. Просеиватель для... Олега Шну... Вот. Вот, смотрите. Вот это... Слаб гумуса влажного. Это место размещения непросеянного гумуса. То есть, вот так вы видите, уже наш готовый продукт, полуфабрикат. Вот так мы его видим. Из него извлекается вот нитка, да, синтетические остатки, там еще что-то. Смотрите, здесь они вот добывают пекло. То есть, вот, ну, это тоже ихний бизнес. То есть, люди себе забирают остатки ценного сырья. Все это домой несут. Вот можно видеть процесс упаковки. Вот, смотрим. Процесс упаковки. То есть, это вот готовое... Можно... Оно как пластилин такое, знаете, пластическое. То есть, оно... Жирная такая. Жирная земля-чернозем. То есть, вот. То есть, чернозем это 20% вот этого гумуса, на самом деле. То есть, это уже концентрированный. То есть, если вы возьмете землю, добавите 20% вот этого гумуса, вы получите чернозем. То есть, это уже как бы очень концентрированный продукт. Один человек загружает... То есть, вот такое ведро ставится. Он без лишней помощи. Не надо держать руками. Завязываем. Мешки все вторичные. Но мы сейчас упаковываем, пока у нас есть заказ. И там неважно упаковка. То есть, нам дали... Заказчик нам дал свои мешки цементные. То есть, свой собственный огород. Да. И на читание клубов. Вот, мы для него готовим. Вот, пластик поступает уже на склад пластика. Смотрите, в виде дорога. 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 Туда вот затаскивается наверх. И, как бы, это ждет в твоей очереди. Ладно, туда давайте посмотрим. Вот здесь. А вот это вот все, что осталось... Так сказать, отсев. Отсев. Здесь мы видим, что очень много неорганических веществ. И есть... Ну, это грунт. Это простой грунт. Земля. Шестокнутый трактор. А куда это пойдет? Это все пойдет на цыпку уже... Пластик. Видите, здесь в основном глина. То есть, глина. Здесь уже нет органики. А, пластик. Пластик. Пластик, вот эти мелкие кусочки. Тоже, как бы, мы не обращаем внимания на них. То есть, это все глина. Это уже не интересующий нас материал. Это все как... Идет на поднятие... Вот, это пойдет вон в тот волок. Мы сейчас туда дойдем. Вот. Шифтер я хочу вам продемонстрировать. Гарри, старт. Старт, гари. Деки лагби. А, вот, смотрите, пошла телега. Телега пошла. Вот. Вот так. Все просто стопроцентная сортировка. Вот так вот. Он сейчас подойдет и будет еще пластик забирать. Вот этот вот. И складывать вот в этот... Вот в этот, смотрите. Вот туда будет поступать пластик. Синтетическая нитка. А вот это вот они уже тебе домой забирают. Смотрите. Все ваши вилочки, которыми вы кушали сегодня, они к нам выступают для того, чтобы мы их по-новой сделали вилочки. А где есть завод, чтобы ее работать пластиком? Нам не интересно. Заводов много. Они вот так вот стоят, как пальмы. Да? Да везде. Да, у нас много этих заводов. Ну, раз кто-то покупает, значит, кому-то это надо. Шредо для измельчения пластика. Он подключается к такому же этому механизму. И здесь будет еще вращаться вторая, второй шифтер. То есть мы это все поставим на колеса и будет два... То есть колеса здесь уже есть у этого шифтера. Видим, да, он катается. Он постоянно перемещается. Он, вот смотрите, он к этой куче подъехал, ее просеяли, поехали дальше. И вот вдоль волка он идет, туда все забрасывается и все просеивается. Вот такой процесс. Также мы видим, что здесь вот у нас кокосовая скорлупа отсортировывается. По всему экоцентру проложен трубопровод. Везде существует вода. То есть вот там в линейне увидим, здесь линию воды и электричество. Дорога из неорганического сырья. Просеянная часть уже слабо падает. Это пойдет на поднятие. Здесь вот уровень, момент наводнения, вот такой уровень воды. Даже чуть выше, да, вот так вот. Ну, ходить можно. Вы будете с территорией понимать, да? Ну, смотреть будем, да, скорее всего. Мы там начали. Парковка компостного аэратора, который мы на АЭЛЭС припарковали. Вот здесь вот он стоит. И он занимается переработкой вот здесь волок для компостирования. Каждый волок имеет свой номер порядковый и по нему идет работа. Волок, значит, вот он здесь уже чисто органический отход. Он вот это все измельчает и переворачивает. И туда вносятся бактерии. Здесь вот у нас склад навоза. Видим, да, уже растения сразу развиваются. То есть мы все это водой поливаем. И там внутри видим, что уже произошла деструктуция. Видите, легко уже так это все распадается. То есть как бы... Бактерии работают. Да, бактерии работают. Некоторые по своему неразумению они сжигают. Это точный тон этого драгоценного сырья. Болоса, да? Да, да. И вот мы видим здесь 3,5 тысячи тон органических отходов. Как вы смешиваете? Я знаю количество в день поступления. И я знаю, сколько дней уже поступало. Есть журнал поступления. И все отходы у нас регистрируются и записываются. То есть видите, вот внутри там, да, вот эти волки стоят. Вот они стоят так, стоят так. Вот мы с вами идем, это все, все, органические отходы. Потом этот гумус применяется вот на этом поле. Вот, видите, как хорошо растет уже травка, горох для кормления коров. А, то есть вы его не вечно продаете, вы его вот сразу вне скошки заворачивали, да? Да. Что-то горшали мы даем. Ну, понятно. Все горшочки мы применяем повторно, если они не сломаны. Мы садим саженцы. Мы там подойдем. Здесь органические отходы доедают животные. Собаки, коровы. Ну, Кришна их всех как бы сюда направляет. Ночью здесь шакалы. То есть это все доедается. И потом из этого формируется такой волок, и мы получаем на выходе чернозем. Вот, все вторичные ресурсы мы раздаем населению, и люди берут себе все, что им надо. И они используют все повторно. Хари Кришна. Хари Кришна. Пойдемте дальше. Сейчас волки, видите, они стали небольшие. И, к примеру, пластик есть, да, вот мы видим, да, вот он отдельный практически собран. Мы пройдем здесь пару раз вот этим аэратором, и уже просеиватель пойдет вот в этом месте. После этого останется только уже чистая земля. Вот, как бы, вот выглядит современная свалка, типа того, да? Это не очень хорошо. Да, это вот солнечный концентратор, вот две, вот так вот, вот эта, вся вот эта штука, дверь так поднимается. Вот это колеса, он крутится по солнцу. Это нога единственная. То есть, вот это вот видим мы здесь вот фундаменты, вот эти вот, видите, раз, два, то есть уже залиты фундаменты. То есть, наша задача сейчас продать вот эти там три с половиной тысячи гумуса и на эти деньги купить оборудование для полимер-песчаного производства. То есть, вот это для нас все это стратегическое сырье. То есть, мы такое оборудование сюда вот монтируем. Ну, у нас вот эта пиролизная печка, мы здесь экспериментировали. Пиролиз в любой форме, пиролиз это сжигание, это как бы уничтожение ресурсов нашей планеты. И, соответственно, как сказать, любой пиролиз это очень плохо. Мы будем делать полимер-песчаные доски. То есть, вот такие бруски полимер-песчаные, их можно будет использовать в строительстве. Пойдемте, пойдемте. И мы тогда можем не рубить деревья, а мы можем сохранять деревья. Видим растения спасенные, спасенные растения. Здесь мы планируем вставить лекарственные растения разные. Вклад древесной золы с кухонь. Вот из этой золы мы делаем моющее средство, вы видели. Это место для мойки инструментов. Все моется. Это будущий водяной фильтр, который на активированном угле. Участок для хранения резины. Участок для хранения речной песок. Речной песок мы добавляем червям для пищеварения. То есть, он такой мелкий, хороший песок с гангой. То есть, он имеет такую вот структуру. То есть, он тоже очень такой полезный для производства компоста. То есть, здесь много всяких веществ. Далее, склад цементных мешков. Цементные мешки и вообще, в принципе, все мешки мы собираем со всех строительных организаций. Для того, чтобы потом упаковывать свои пластиковые и другие отходы. Нам это все дают бесплатно. И мы, получается, делаем такие упаковки. Взяли, ребята, сборщики. И все упаковывают уже. То есть, не надо ничего, никаких лишних дополнительных затрат. Склад синтетических материалов. То есть, здесь можно брать колесики. Разные вот эти шарнирчики. То есть, повторно использовать. Кто-то здесь, может быть, себе найдет какой-то новый кошелек. То есть, ну, вот эти все вещи, вот эти все вещи можно использовать, как, знаете, как навесная клумба. Тот же чернозем. Мы сюда повесили, картошку посадили. Вот она растет себе на дереве. А когда у вас запустится это полимерная производство, все же туда пойдет. Ну, зачем? Когда мы можем сначала 100 тонн картошки в этом, как бы, сделать. Это уже готовый продукт. Это рюкзак, это готовый продукт, который можно сюда Викторию посадить, сюда морковку, сюда картошку. Получается, вот эта карта экоцентра. Это, вот мы с вами здесь вот начали, прошли, прошли через все вот эти наши лаборатории, да, через все вот эти диспетчерские, прошли здесь, прошли сюда, здесь встретили. Это у нас фабрики? Да, здесь вот так прошли, вот так прошли, так прошли. И вернулись обратно в это место. Все документы, все вот эти графики, вот эти картинки, дизайны мы вам можем выслать в векторном формате, чтобы вы могли исправлять под свою территорию. Мы хотим, чтобы вот таких экоцентров было на планете 47 тысяч. На втором этаже экоцентра есть Гесхаус, то есть мы приглашаем волонтеров, можно жить бесплатно здесь жить. Как бы, и получать какую-то практику, обучение. Если есть желание поддержать финансово или информационно, тоже обращайтесь вниз под видео. И Харе Кришна!